итак я хочу вам представить свою лекцию по прионам это новый вид инфекции который выделен был не так давно и по сути до сих пор идут споры про то что это такое вирусы или только белки сейчас дальнейшем я сейчас все поясню вот вам первая картинка хочу немножко чтобы вы погадали что это такое какая эта страна на ваш взгляд кто знает более северно исландия правильно это исландия это собор в рик я веке центральный собор и вот именно с этой стороны начинается вся история прионов в 1954 году сигурдсон открыл новое ну какое-то совсем не подходящее под все остальные заболевания она развивалась очень медленно причем развивалась она у овец отличалось это тем что овцы погибали в течение очень длинного промежутка времени полгода год начиналось она очень очень из таких непонятных признаков то есть называлась это заболевание скрепи или скрепи как с английского по-разному все читают это перевод в народе называлась почесуха почесуха отличалась тем что овцы у них происходило раздражение когда их трогали то есть или когда их чесали и у них со временем начинали отказывать потом уже двигательные функции потом в конце смерть наступала от того что у них отключались простейшие жизненные жизненно необходимые функции то есть дыхание пищеварительной системы и так далее то есть по сути как смерти находила наступала при полном сознании вот так можно сказать и он задумался что же могло вызвать это почему инфекция развивается так медленно ведь все все уже на тот момент считали что большинство инфекций развиваются довольно таки быстро все привыкли к чуме все привыкли к гриппу который буквально уносит иногда жизнь человека ну за суд не то что за сутки за часы и все так очень заинтересовались данной проблемой подумали а может быть сейчас многие заболевания проходят на самом деле не так быстро как мы думаем и может быть инфекции то у нас проходят иногда в очень скрытой форме не сразу понятно что это инфекционный агент и может мы пропускаем что-то и вот 1954 году он прочитал свою знаменитую лекцию в рейкьявике и где уже озвучил впервые сказал что существуют такие медленные инфекции немножко классификации вот что такое инфекция инфекции вообще в принципе вызываются многими различными возбудителями ну насекомые членистоногие думаю тут все понятно плоские круглые червей простейшие к примеру амебы грибы чаще всего кандиды то есть кандидозы бактерии вирусы а вот прионы они отличились от всех если мы знаем что это хоть состоит из нескольких значительно сложных организмов которые в принципе вирусы нельзя конечно считать не организмом также как и бактерии но все равно в общих чертах мы можем сказать что они имеют какую-то сложную структуру то есть они это не чистый какой-то один либо полисахарид либо только жиры либо только белки так вот прионы отличились это чисто белковая инфекция то есть человека может заразить можно заразить чисто одним белком и вот на из-за этого люди и задумались ведь мы мы что-то пропускаем ведь белок невозможно практически увидеть его тяжело выделить и вот трудно определить что это именно тот белок и из-за этого пошли очень очень большие споры потому что люди не могли просто и ученые поверить то что белок может быть настолько агрессивен хотя по сути мы очень на приличный процент состоим из белковых молекул и всем стало страшно потому что в любой момент эта инфекция могла поразить других а ты не мог это понять потому что развитие шло в течение длительного очень времени и до сих пор сейчас осталось наверное среди вирусологов 95 процентов уже согласились что прионы это белки остальные 5 процентов до сих пор не согласны и следуют и пытаются доказать что это вирусная инфекция вот этот человек стэнли прузина он получил нобелевскую премию за то что впервые смог выделить чистую культуру он за смог заразить чисто белком хомячков и доказать что вызвал ли изменения именно белок ничего больше ну и вот знаменитая лекция сигурдсона и он начал уже вот это стало основоположником медленных инфекций и на тот момент люди начали буквально кинулись изучать эти медленные инфекции в расчете на то что это были вирусные инфекции да во многих случаях это на самом деле были вирусы например доказали что обычный вирус кори он мог вызывать у младенцев и у детей очень намного более сложные другие формы заболеваний и стали понимать что на то что кажется на наш взгляд более простым изученным может быть более сложным но к примеру чтобы всем было понятно кто-нибудь болел ветрянкой в детстве поднимите руки почти все на самом деле почти все болели ветрянка кто нибудь знает что это тот кто нибудь слышал о герпесе ну что есть такой герпес так вот ветрянка и герпес они в принципе из одного семейства вирусов герпес вириды и отличает их то что они имеют свойство к тому что мы несмотря на то что переболели они остаются у нас в организме эти вирусы все равно навсегда у нас останутся в организме и в дальнейшем при снижении иммунитета ведь та же самая ветрянка например может вызвать такое осложнение как опоясывающий лишай кто-нибудь о таком слышал вот кто-нибудь может даже когда-нибудь болел ну конечно нельзя таким болеть очень неприятное заболевание и в дальнейшем мы ниоткуда не заражаемся то есть происходит чисто при снижении иммунитета у нас появляется вот эта новая форма ветрянки и не сразу это смогли доказать не сразу стало это понятно и люди на самом деле стали у даже иногда пугаться этих исследований то что думали что ага сейчас откроют что те же самые вирусы снова нас убьют возникнет паника кстати о вирусах зомби заговорили то что бешенство скоро мутирует и мы станем зомби и на самом деле как-то даже в глупую степь уже пошли изучая вот все эти вирусные инфекции и ну на самом деле не стоит бояться так вот этих всех исследований не стоит думать что вот сейчас ученые разрабатывают вирусы которые нас превратят в зомби стремятся наоборот к тому чтобы искоренить эти вирусы и спасти человечество и как таковое все исследования не идут как на корпорация umbrella то есть не пытается испытывать на людях только все эти новые препараты новые вирусы для того чтобы узнать как лучше погубить мир не к этому стремятся стремятся к тому чтобы узнать как с этим бороться ну вот к примеру как распространяются прионы в организме конечно схема выглядит непонятно и сложно но в чем простой смысл внутри нас каждого каждого человека есть простой вот такой вот белок который написан как prp и сив вот с этим вот артиклем вверху так вот это считается что это здоровый белок в основном он содержится на поверхности клеток именно нервной системы участвует он во многих процессах это лишней информации загружать и стоит только отметить что вот именно нервные клетки содержат его больше всего и и вот это к сожалению привело к тому что при попадании приона вот он имеет друг другую структуру этот белок prp и вот sk я плохо с английским владею сказал не очень красиво но стоит отметить что вот это название возникло от слова скрепи то есть как раз таки вот сокращение специально отсюда возникло так вот нормальный белок имеет структуру альфа спирали а в прионный белок имеет структуру бета слоев и вот эти бета слои они забивают нашу клетку просто собой и их никак не может утилизировать клетка она забивается и нервная клетка со временем отмирает и развивается этот процесс очень очень медленно течение у кого-то этот процесс может развиться за год а у большинства этот процесс развивается в течение десятков лет иногда и на самом деле это заболевание пугает тем что его не сразу выявляют не сразу понятно что кто такой источник и в дальнейшем я вам расскажу к чему привело вот распространение этой инфекции так вот как возникает вообще этот белок чем интересно что эта болезнь может возникнуть в результате генной мутации эта болезнь может распространяться внутри семьи то есть передаваясь генетически а и также эта болезнь может передаваться инфекционно через пищу и очень очень необычно то что одна инфекция имеет такие разные пути абсолютно не никак не связаны друг с другом так вот так выглядит например человек дети которые заболели когда-то куру куру это такое очень интересное заболевание которое развивалось только в такой стране как папуа новая гвинея там было так племя который изучал вот гайдузек и зигас именно я долгое время думал что гайдушек но фамилия произносится как гайдузек и это это заболевание изучали именно эти два ученых они отметили что почему-то именно в одном племени передается какое-то очень странно медленно развивающиеся заболевание они задумались почему так происходит и поняли что путь довольно таки необычный в этом племени был распространен ганнибализм они у них считалось что если ребенок и женщина сидят мозги воина то они станут то они получают его дух и в дальнейшем они становятся более смелыми более развитыми такими же как как когда-то был этот воин и привело это к тому что вот как раз таки вот видимо когда-то возникла генная мутация у одного из таких вот воинов и вот это вот вот этот вот видоизмененный белок через пищу так как все-таки мозг является самым большим вместилищем так скажем прионов через пищу они попадали внутрь в основном детей и женщин и это болезнь поражала в основном детей и женщин потому что мужчины очень мало мужчинам очень мало доставалось от так скажем от тех воинов и со временем у них развивалась именно вот такое заболевание они считали это проклятием они считали что на них наслали какую-то непонятную порчу постоянно ходили шаманы вот эти дома все время не не знаю даже каким словом это сказать не явно не освещались шаманами но эти дома постоянно и изгоняли в этих домах изгоняли злых духов переходили иногда из дома в дом ну то есть старались как-то избегать этих даже мест но болезнь все равно шла за этим племенем и они никак не могли понять что случилось в то время как приехали вот эти два ученых и выяснили что основной это путь это все-таки пища и потом они уже уточнили чья именно после того как запретили власти папуа новой гвинеи официально запретили каннибализм в этом племени все исчезло это заболевание там остались единичные случаи кто когда-то в детстве еще вот давным-давно лет 30 назад успел вот поесть вот эту необычную так сказать пищу вот они как раз таки доживают вот этот срок с таким тяжелым заболеванием причем заболевание по-настоящему жестокое в том плане что в них иногда бывает так что ретроградная амнезия то есть человек постепенно забывает себя и возвращается как бы детство он не может запомнить будущее и постепенно уходит в прошлое то есть забывая постепенно назад возвращать но иногда это заболевание проходит при полной ясности то есть человек абсолютно осознает что у него постепенно начинают отключаться руки ноги он перестает ходить он понимает что уже сейчас ему все тяжелее тяжелее дышать и в основном смерть наступает в результате того что он просто у него отключается дыхательные мышцы управления дыхательными мышцами и человек при полной ясности может умереть эти заболевания по-настоящему жестокие и медленные инфекции тем страшны что человек медленно осознает что с ним происходит вот есть сейчас доказаны четыре заболевания которые именно у человека у животных доказано даже у норок прионные инфекции доказаны прионные инфекции у оленей доказаны прионные инфекции к у коров это коровье бешенство а у человека доказано вот четыре заболевания болезнь крисфейта якоба синдром герцмана штреуслера шейнкера куру и фатальная инсомния фатальная инсомния тем ужасно что постепенно обычно в течение года человек перестает все меньше и меньше спит то есть у человека возникает инсомния но это состояние когда человек не может уснуть и по человек постепенно перестает полностью спать а как мы понимаем было была такая очень извращенная китайская пытка когда не давали человеку поспать и обычно в течение недели любой человек умирал то есть потому что ему не давали спать наш организм всегда нуждается во сне это одна из самых важных частей нашей жизни потому что организм должен восстановить силу но это не значит что сон должен замещать замещать учебу это не значит что что сон должен замещать половину жизни сон должен быть здоровым в течение третьей жизни в течение в среднем восьми часов но никак не 12 не 15 не с ночными ритмами игры там в доту различные контрстраки и так далее сон это такая вещь которая должна быть здоровой все таки так вот к сожалению у них со временем возникало причем очень интересно интересный факт о фатальной инсомнии дело в том что она доказана ну примерно около у 100 семей кто-то говорит 40 кто-то говорит 100 но в целом многие именно источники говорят о 100 семьях у которых доказано что есть это причем самое ужасное обычно она проскакивает через поколение то есть и человек может понимать что когда это заболевание развивается у него он может понять что это заболевание может развить своего внуков то есть может начаться неожиданно в 30 лет и потом и а может и в 70 то есть у них разбег от 30 до 70 но вот что сейчас перейду сейчас все будет эти болезни я расскажу прозор если мы сидим их мозги я думаю да но я не думаю что таким балуются потому что например она доказана в большинстве случаев кстати было найдено в италии не думаю что итальянцы балуются спагетти с мозгами так что ну да как знать доклад рассказывая про эти заболевания про из заразности то есть стоит отметить такое заболевание как коровье бешенство которое возникло когда-то в англии а возникло но почему потому что когда-то производитель костной муки костной мукой кормят коров кормит домашний скот вот то есть когда убивают один домашний скот их кости перемалывают и дают в корм другому так вот происходит дело в том что она подлежит обработки и английские производители подумаю а почему бы нам не снизить стоимость обработки не добавить туда белка в итоге пища стала действительно более белковой но там пополз этот вот прионный белок который был когда-то мутировал у одной коровы и пошел через непосредственно через элементарным то есть пищевым путем ко всем другим животным сложность возникла в том что не сразу поняли видите медленная инфекция то есть пока она развилась бывало так что в некоторых градусов по 10 тысяч голов убивали в англии потом это пошло по европе по западной и по моему даже один был случай выявлен в россии но он был сразу же потому что завозная корова была ее сразу же просто уничтожили и все то есть пошло по всей европе а вывели поздно а мука пошла еще уже и в америку уже на завоз то есть а вообще подозревают что возможно было так что даже мука была и исландская потому что бы заболели овцы от больных овец передалось коровам потому что этот белок иногда имеет свойство перескакивать барьер между животными так вот вот этот белок от коровы перескочил барьер к человеку со временем выявилось вдруг неожиданно поняли что появилось слишком много болезней крисфельта якобы у англичан а англичан кто-нибудь знает какой есть интересный деликатес из телят телячьи мозги все все через мозг вот и куда вышло так что телячьи мозги как любимое лакомство конечно может передаваться через мясо но в мясе его содержится в разы меньше чем нервной ткани непосредственно в чистом практически виде и из-за этого у англичан пошла вспышка болезни крисфельта якобы самое интересное вот видите заболевание которое просто мутировал хотя очень многие ученые особенно биохимики говорят да что там будет ничего же страшного нет в том что мы делаем какую-то мутацию ничего страшного что возникнет новый белок но теперь они начали проводить испытание ничего ли этот белок не натворит то есть начали задумываться в европе особенно самое интересное что вот этот белок он не уничтожается про он очень тяжело уничтожается ультрафиолетом иногда после сжигания животных в их зале находили остатки этого белка который мог до сих пор заразить людей да также он очень тяжело поддается вообще любой обработки и даже были зафиксированы случаи когда вот прионные инфекции передавались от больных людям например когда были операции хрусталик когда пересаживали вместе с хрусталиком кому-то пересаживали вот эту прионную инфекцию то есть и вообще при других хирургических вмешательствах прионная инфекция передавалась от одного человека к другому человеку при том что этот человек еще не было никаких признаков просто со временем эти признаки выявились у обоих и этим сейчас конечно в европе это навело вообще огромную панику потому что мы представьте сколько них не найти было вначале коровы не всегда давали признаки вот эти уничтожали все уничтожали вот эту всю все корма уничтожали всех коров уничтожали все что вывозилось возилась то есть все что с ними связано было уничтожено то есть меры были ну с чем сравнить можно сравнить с африканской чумой свиней конечно может ветеринары меня за это покарать за то что с этим сравниваю но все равно я скажу так что ну например африканская чума свиней сейчас который пугает в омской области в районе 50 километров уничтожает все поголовье свиней вокруг очага а в районе 100 километров смотрится за всем этим поголовьем остальные то есть представьте какие меры потому что мы не имеем потому что мы все сейчас боимся что рано или поздно любой вирус может перескочить как вот например как грипп перескакивает от птицы к человеку от человека к свинье и там в любом другом порядке этот вирус свободно летает так же сейчас и боятся что любые другие вирусы могут свободно влететь в наш мир и мы даже не поймем об этом а потом когда мужу это выявим будет уже значительно поздно и возможно какая-нибудь очередная медленная инфекция вдруг подкосит какую-либо нацию я не навожу паники звучит жутко но дело в том что не изучая не говоря об этом что мы скажем что начнут говорить люди когда ну если мы будем об этом молчать и скажут ахо они давно это задумывали вот стопудово сидел и думал чем меня потравить в этот раз то есть вот если до людей до масс не доводить зачем то есть вот а почему вот например происходило долгое время потом передавалась еще корове бешенца некоторые скрывали что у них корова болела они ее съедали или продавали и да и так дальше передавали это заболевание люди ну так скажем существа довольно таки скупердяйские если что-то родное погибло и это не обошлось ему какой не принесло ему какую-то прибыль человек очень обижается на это и к сожалению люди ну не оценили не поняли что это очень опасно продавать такое мясо и что они вот такими действиями получается заражает других людей они не понимают вот эту вот вину они ее не принимают и вот это очень важно важно доказывать важно говорить что такие заболевания нельзя предотвратить только то что приедет какой-то дяденька или военный скажет что все мы теперь всех валим тут и и а вы в карантине то есть вот обычно все ждут таких мер хотя можно обойтись более спокойными мерами то есть когда государство например даже добровольно выкупает то есть вот это мясо чтобы фермеров поддержать то есть она готова поддержать в других странах в россии в том числе между прочим тоже такие меры оказывают но люди почему-то не идут на контакте думать что их все хотят обмануть что и все хотят ввести в заблуждение вообще он жил хорошо а это все сосед вот и такие инфекции на самом деле очень интересные в плане в плане новых открытий в плане развития и в плане том чтобы мы могли узнать что-то новое узнать что мир ну не так однобок как мы уже сложились то есть нет вот инфекции вот медленных начали говорить 54 году когда уже начали говорить да все уже открыли мужа сейчас оспу победим семьдесят девятом году сказали оспу победили а после того как мы победили оспу 40 новых инфекций возникло у человека победив одно спу мы успокоились перестали прививаться мы перестали как-то следить за своим окружающим миром за своей экологии подумали ладно что-нибудь новое изобретем все пройдет не проходит к сожалению и мы сейчас стремимся к тому чтобы вот этими исследованиями сделать мир лучше и на самом деле узнать это очень интересно вот эти вот материи они очень на самом деле интересны так сейчас немножко он подумает о вот здесь я показываю ну на самом деле прекрасные виды исландии страна которая явилась так сказать началом таких такого вида необычных заболеваний процветает и не боится этого заболевания она идет вперед она одна один из лидеров европы они просто умеют с ним бороться они умеют жить так чтобы эти инфекции не вырывались и не беспокоили их поэтому я очень прошу вас тоже так не не беспокоиться а просто узнавать мир не пугаться вот вот этих вот например новых там вспышка энтеровирусной инфекции там не едьте в турцию на самом деле не обязательно ехать туда где вспышка но сейчас появился новый вид туризма например они едут туда где вспышки они едут туда где хуже они едут там где и гил то есть экстремальный туризм испытаю все от пули до инфекции то есть а вот вот это видишь вот здесь я потравился да вот то есть вот так вот так я чувствую они мир так отмечают здесь отлично отравленные беляши там карта города своя то есть на самом деле просто живите жизнью не не бойтесь инфекции но просто будьте осторожны и бдительны и просто знайте прежде чем куда-то ехать прежде чем паниковать от какой-то новости что боже мой все сейчас все помрут не надо так рассуждать надо просто можно посмотреть почитать про это заболевание узнать какими путями она передается и просто стараться максимально избегать вот этих путей ну понятно что если например такую инфекцию как грипп можно и профилактировать а можно и просто банально избегать лишний раз при вспышках при эпидемиях просто массовых так сказать собраний массовых сбой сборищ людей и тогда действительно на самом деле сейчас не эпидемия гриппа не кто-то так переглядываться начал то есть надо максимально стараться избегать вот этого всего и зная пути мы можем их легко предотвратить и тогда на самом деле мир станет немного лучше и мы во первых мы не заразимся сами и не станем источником для других что очень важно все спасибо